Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» работают самые реальные специалисты, которые подберут лучшую запчасть для вас. Также у нас работают отличные, точные и вежливые водители, которые делают быструю доставку. Если вы первый раз на нашем канале, обратите внимание на наш огромный плейлист. Мы уже разобрали более 90 моторов и рассказали о всех нюансах, косяках и особенностях. Сейчас встречаем Toyota 1.4 дизель. Тойотовский дизель объемом 1.4 дебютировал в 2001 году и выпускался аж до 2017 года. Это был первый тойотовский дизель с алюминиевым блоком. Блок гильзованный с открытой рубашкой охлаждения, в головке блока один распредвал, 8 клапанов без гидрокомпенсаторов и цепной привод ГРМ. За турбонаддув отвечает турбина с перепускным клапаном, либо же в более поздних версиях, как у нас с управляемой геометрией. Любопытно, что японцы не стали оснащать данный двигатель двухмассовым маховиком, что предостерегло владельцев от ненужных трат по его замене. Разумеется, на данный двигатель ставилась система Common Rail, поставщиком которой был Bosch. За впрыск топлива отвечали электромагнитные соленоидные форсунки. Затем после 2008 года их поменяли на почти неремонтно пригодные пьезоэлектрические. С их появлением выхлопная система была оснащена сажевым фильтром. Любопытно, что с 2012 по 2016 год моторы Toyota начали оснащаться опять электромагнитными форсунками. В конце 2008 года двигатель модернизировали и маслонасос переехал из-под крышки ГРМ в поддон и приводится отдельной цепью. В интернете встречается информация, что на данный мотор устанавливалась топливная система от Denso. Это ложь! Ни ТНВД, ни форсунок Denso в этом моторе никогда не было. В зависимости от варианта исполнения этот двигатель развивает от 68 до 90 лошадиных сил. Его ставили на европейские модели такие как Auris, Corolla, iQ, Versa S, Urban Cruiser, а также их аналоги для японского либо индийского рынка. Но этот же мотор ставился на Mini One с 2003 по 2006 год. Дизель Toyota 1.4 можно считать очень надежным и живучим. Но даже он пережил отзывные кампании. Отзывные кампании были в связи с выходом из строя турбокомпрессора, а также потерей герметичности прокладки ГБЦ. Двигатель ходит хорошо и долго, но, к сожалению, встречаются экземпляры с упавшей компрессией, разрушенным поршнем, а также иногда разрушенным распредвалом. Но это скорее исключение, чем правило. Двигатель надо хорошо обслуживать. Оп, подождите. Чуть не забыли. Итак, мы начинаем нашу разборочку. При износе поршневой группы наблюдается повышенное давление картерных газов. Если вы имеете дело с двигателем 1.4 D4D, то надо обратить внимание на то, как при откручивании пробка маслозаливной горловины стремится вверх. Если стремится вверх, значит проблемы с давлением картерных газов. Также на проблемы с картерными газами указывает замасливание вот этой трубки, которая идет от клапанной крышки к впускному тракту. Высокое давление картерных газов приводит к быстрому выходу из строя турбокомпрессора, а также появление масла во впуске-выпуске, а также выдавливанию сальников. Базовые двигатели Toyota 1.4 D4D оснащались турбинами Toyota собственного производства CT2 и CT9. Эти турбины были с перепускным клапаном, а их горячая часть была одним целым с выпускным коллектором. В 2005 году появилась вот такая турбина Garrett GT1444V с управляемой геометрией, а шток с вакуумным актуатором. В 2008 году появилась турбина GT1241 с изменяемой геометрией, которой управлял электронный сервопривод, производителем которого являлась компания Denso. Да, вы все правильно поняли, на турбине Garrett стоял актуатор от Denso. Данная турбина очень надежная. Если с ней что-то случается, то надо искать проблему в двигателе. Мы уже упоминали про высокое давление картерных газов. Высокое давление подпирает слив масла из картриджа турбины. И тогда масло ищет выход наружу и находит его через уплотнительные кольца вала турбины. Тогда турбина начинает гнать масло в отпуск и выпуск. Клапан EGR на данном моторе нареканий не вызывает. Но на него стоит обратить внимание, если двигатель начал вяло тянуть и плохо разгоняться. Также на него надо обратить внимание, когда двигатель при движении как будто бы подтормаживает. В этом случае может быть причина подклинивания клапана, из-за чего во впуск выбрасываются лишние порции отработавших газов. В таком случае может помочь только чистка. Одна из деталей двигателя, которая нередко выходит из строя, это регулятор давления на топливной рампе. При выходе его из строя фиксируются соответствующие ошибки по низкому либо высокому давлению в топливной рампе, а также ошибки указывают на неисправность регулятора. Симптомы. Двигатель долго заводится, не развивает более 3000 оборотов, а также глохнет под нагрузкой, что очень опасно при езде по трассе. В таких случаях клапан нужно менять на новый, но может помочь его чистка. Дело в том, что здесь есть сеточка, которая засоряется не только примесями из топлива, но и ворсом некачественных топливных фильтров. Но если чистка не помогает, это говорит о том, что в клапане критично изношена игла и поэтому он хаотично стравливает давление из топливной рампы. При хорошем обслуживании двигателя 1.4D 4D можно столкнуться только с одной проблемой. Это облом свечей накаливания при их выкручивании для замены. Напомним, что у нас самая ранняя версия двигателя, а значит здесь обычные электромагнитные соленоидные форсунки Bosch. То есть они самые надежные, ремонтопригодные и недорогие. Не стоит забывать о замене огнеупорных шайб. Также помним, что эти форсунки очень хорошо диагностируются на слив. То есть подсоединяйте сюда патрубки к штуцерам обратки и потом к доильному аппарату и смотрите, сколько форсунка льет. ТНВД Bosch CP3 S3 оборудован механической подкачкой. Этот насос действительно живучий, надежный и ресурсный. Убить его может только действительно некачественная солярка. То есть из-за некачественной солярки может пойти абразивный износ секций подкачки, а также могут пострадать его плунжеры. При очень больших пробегах и при сильных морозах топливный насос может дать течь по сальникам, но это устраняется путем замены резиновых прокладок. Еще одна редкая проблема – это течь топлива по сальнику внутреннего вала. Из-за этого топливо может смешиваться с маслом ГБЦ и мы можем получить очень хреновые последствия. Если есть проблемы с запуском двигателя, а также выходом двигателя на полную мощность, нужно провести диагностику, потому что причиной этого может быть вот этот дозировочный клапан. В маленьком тойотовском дизеле один распредвал, который приводит 8 клапанов. Напомним, что в данном двигателе нет гидрокомпенсаторов и тепловые зазоры надо проверять каждые 100000 километров. Но обычно на практике они в регулировке очень редко нуждаются. Регулируются они очень просто винтом и контргайкой, то есть ключом и отверткой, но надо специальный щуп для измерения фактических тепловых зазоров. Состояние кулачков распредвала хорошее, так что еще походить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я и говорил в начале, маслонасос находится прямо в кожухе ГРМ. Цепь здесь ходит неплохо, растягивается при пробегах от 250 тысяч километров. И то редко. На фоне растянутой цепи может появиться плохой запуск двигателя. Это из-за того, что распредвал отстает от коленвала. Растянутая цепь может стачивать звезды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ГБЦ у нас все в полном порядке. Двигатель 1.4D 4D склонен к масложору. Масложор может происходить из-за того, что турбина гонит масло во впуск-выпуск из-за высокого давления картерных газов. Также масложор может быть из-за залегших маслосъемных колец, а также масложор может быть из-за изношенных сальников клапанов. Этот двигатель может есть до литра масла на тысячу километров. В каждом случае масложора надо разбираться индивидуально. В данном случае мы признаков масложора не видим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блок цилиндров здесь ходит 300, а то и 500 тысяч километров. Но, естественно, ему надо хорошее обслуживание, то есть двигатель должен хорошо прогреваться, смазываться хорошим маслом и не наматывать лишних моточасов. При износе тонкостенных гильз блок придется покупать новый, либо же менять двигатель на контрактный. На контрактный, где? В «АвтоСтронг» потому что здесь не предусмотрено ремонтных размеров. Смотрите, блок алюминиевый не магнитится, гильзы чугунные магнитятся, состояние у нас как с завода и никаких намеков на износ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Японский двигатель нас очень радует конструкцией. В нем есть датчик уровня масла с поплавком, а также здесь есть форсунка, которая орошает звезду коленвала, а также смазывает цепь ГРМ. Чтобы в дизеле Toyota 1.4 снять вот эту часть картера, надо открутить теплообменник. И открутить потайной болт, который находится под ним. На дизельном двигателе Toyota объемом 1.4 встречается такая проблема, как высокий уровень масла в поддоне. Эта проблема может быть вызвана льющими форсунками с неисправными распылителями, но также может быть вызвана неисправным электронным блоком, из-за которого форсунки постоянно распыляют топливо. Говорят, что в таком случае лучше поменять электронный блок двигателя или же поменять транзисторы в нем. На этот глюк указывает постоянное напряжение на форсунках при выключенном двигателе. Данные поршни имеют вставку из нерезистивного чугуна, что улучшает прочность поршней и их жаростойкость. Если посмотреть по состоянию, то здесь даже муха не садилась, то есть все кольца подвижны и маслосъемное кольцо не залегло и абсолютно чистое. Обратим внимание, что верхние вкладыши протерты до меди, но без каких-либо царапин. Это говорит о том, что здесь была какая-то нагрузка либо же проблема с масляной пленкой. Коренные вкладыши у нас в отличном состоянии, соответственно, и коленвал у нас бодрячком. Разборка закончена и, как мы говорили в начале, этот мотор надежный и мы не нашли в нем никаких косяков. Если бы не состояние шатунных вкладышей, этот мотор бы был в идеале. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, нам будет очень приятно. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».